А знаете ли вы тех людей, чьими именами названы улицы в Ладейном поле? Мы решили проверить это и спросили у прохожих, знают ли они Володарского. Мы сейчас на улице Володарского находимся. А кто такой Володарский, вы знаете? Нет, не знаю. А вы знаете, кто такой Володарский? Не знаю. А кто такой Володарский, вы знаете? Нет. Вообще не можете даже предположить? Не знаю. Поэт. Поэт что он написал? Ну, про Ладейном поле что-нибудь. Даже не знаю, честно слово. Не можете предположить. Да, хотя Юра родилась здесь, но правда, честно слово, не знаю. Хорошо, спасибо. Да. А может быть, вы как-то хотели бы, чтобы улицы по-другому Володейном поле назывались? Да мне кажется, что не надо. Это мое мнение. Это Эдуард Володарский, революционер. Вот видите, вы знаете. А почему, как вы думаете, называют, почти в каждом городе есть и улица такая? Ну, я думаю, что еще пока революционное-то прошлое не закончилось. Поэтому. А как вы думаете, правильно бы было, если бы называли улицы именами тех людей, которые здесь жили, что-то творили или какой-то героический поступок совершали? Именно Ладейнопольцы, например. Ну, конечно, вот сын у меня совершил подвиг, и у него улица названа в честь его, Дмитрия Ашцевнова. Володарский это, ну, он не писатель, а, ну, заслуженный человек был. Не помню, маленько, что кто. Какими еще именами можно улицу в Ладейном поле назвать? Ну, наверное, в честь, ну, кто для нашего города делал добро. А вы знаете кого-нибудь из таких кандидатур? Ну, фактически-то, не знаю. Может быть, врач или учитель? Нет. Я только знаю, что у нас в Ладейном открыл Манинское поле купец. Вот бабушка у него была, жила, моя бабушка. Ничего себе, спасибо большое. Манин. Фамилия Манин, вот, Манинское поле. Почему так названа улица? Вы знаете, кто это? Вы знаете, вроде Володарский какой-то был у нас поэт или писатель. Вот что-то такое слышала, но точно не знаю, точно не знаю. А как вы думаете, какими еще именами можно назвать улицы в Ладейном поле? Может быть, каких-то местных деятелей? Якимовского, пожалуйста. Я в хор к нему ходила и до сих пор в хор хожу. Вот, и желательно бы, чтобы ему памятник там стоит, ну, кирпичик этот, но желательно, чтобы улицу назвали в честь Якимовского. Человек. Так, дальше. Ну, сильно не помню, вот. Я вообще в эту улицу редко хожу. Не знаю. А другие улицы знаете, почему так названо в Ладейном поле? Гагаринская. Гагаринская, знаю. Почему так названо? Честь Гагарина. А еще? Ну. Какие улицы есть? Тололихина. А Тололихин кто? Он пилот самолета в воде. Да, который? Герой на самолете. Там и памятник ему стоит. Революционные деятели бывшие. Фамилия у него не Володарский, по-моему, совсем другая. Это псевдоним Володарский. Спасибо за ответ. Хотелось бы, чтобы она носила историческое название. Какое? Но которое и было, надо поднять данные. Я не помню точно, какая это была улица. Да, а вы согласны с тем, что улицы в Ладейном поле названы? Улицкого надо переименовать, Володарского. Ленина, в принципе, тоже можно переименовать настоящее название историческое дать. Еще Петровского времена, по-моему, была Петрозаводская улица. А скажите, а может быть, какие-то есть деятели здесь в Ладейном поле и люди, заслуживающие, чтобы их имена улицы носили? Как вы думаете, кто это? Ну, наверное, есть. Это вот учителя или бойцы. Сколько в Афгане погибло, сколько и в Чечне ребятишек погибло есть. Почему? Есть. Достойных людей хватает. Только надо подумать. Краткая справка. Володарский – настоящее имя. Моисей Маркович Гольдштейн – деятель российского революционного движения. Большевик – участник Октябрьской революции. В энциклопедиях и справочниках сведений о Володарском очень мало. Любопытно, что даже в советском энциклопедическом словаре выпуска 79-го года его имя не расшифровывается, а значится простой буквой «В». В 26 лет Володарский был застрелен по дороге на митинг. Похоронен на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. Продолжение следует...